Приветствую, друзья! Вы на канале OnlyTopGames, с вами Громбл, и мы продолжаем выживание в новой вышедшей игре Population Zero. И напоминаю, что по данной игре у нас производится розыгрыш, в котором вам не нужно делать абсолютно ничего. Просто наблюдайте, и на протяжении ролика появятся буковки, циферки, ключи костин, собрав воедино, которые вы сможете получить эту игру совершенно бесплатно. Ну и я вначале хотел вам показать вот это красивое место, не знаю, правда, что оно обозначает, турбина с какой-то вращающейся пси-энергией. Но перейдем непосредственно к нашей игре. У меня накопилось уже по ней достаточно информации, чтобы ввести вас в курс дела, рассказать, что тут как, ну и вообще сделать первые, скажем так, впечатления. Но перед началом я хочу посоветовать магазин цифровых ключей Game Decay. Здесь вы найдете самые популярные игры на различных геймплатформах. Origin, Steam, Uplay, Rockstar. А самое приятное то, что здесь каждый покупатель получает еще одну случайную игру в Steam в подарок. Заходите и получите свой подарок прямо сейчас. Ссылочка на магазин игр Game Decay в первом закрепленном комментарии. Как вы видите, игроков маловато, но это зависит из-за стабильности, а точнее не стабильности серверов. Игра постоянно патчется, обновляется, вот со стабильностью здесь огромные проблемы. Бесконечно выбивает, но это ранний, очень-очень ранний и сырой доступ. Друзья, что мы с вами продолжим делать? Во-первых, как видите, я насобирал уже 59,8 килограмма из 60. И я здесь немножечко пофармил ресурсов. Как вы видите, мой остеоновый клинок уже полностью сломался, поэтому мы его просто выбрасываем. Одежду я свою тоже выкинул, чтобы она не занимала место. Ну, а вот это еще, наверное, одену, просто поставлю в руки, как запасное оружие. Дальше я насобирал кучу ресурсов, но, как вы видите, мне их уже некуда девать. Но есть решение. Большое спасибо моему советчику, о котором я расскажу несколько позже. Он меня снабдил ценной информацией и дает очень-очень полезные советы. В общем, друзья, я понял, вернее, уже узнал, куда девается этот ящик и как его нужно использовать. Ящик нужно использовать, в принципе, можно использовать в любом месте. Но я решил его сделать недалеко от нашей базы и хаба. Как вы видите, камешки у нас на дороге валяются. Мы все это собираем. И вот там вот тоже уже куча сундуков. Вот там вот люди настроились, поставились. Сделано это, чтобы вы могли фармить и складировать необходимые ресурсы в месте, в котором вам захочется. Но здесь очень куча. Я вообще не знаю, почему ближе не ставят. Почему они начинают ставить из этой всей зоны. Давайте попробуем поставить этот ящичек вместе, строить, да? И в каком месте? Ага, здесь просто красный. То есть люди тоже пытались построить как можно ближе к хабу, но получилось у них это. А вот зелененький, понятно. Вот эта зона, получается, возле самого хаба, она, значит, получается недоступна. Ну, то есть нам нужно выбрать отдельное красивое независимое место, в котором мы не ошибемся. И будем отличаться среди остальных, чтобы просто всем этим делом не запутаться. Ну и сделать я решил это место практически рядышком. Вот мне понравилось на таком вот небольшом полуострове. Здесь установлен уже, конечно, чей-то штандарт, но мы не будем на это обращать внимание. Тем более, есть еще и костер. Здесь рождаются палки, на которых мы сможем, с помощью которых мы сможем жарить мясо. Короче, давайте поставим наш ящичек просто здесь. И в этот ящичек я уже, друзья, переложу пока что сырое мясо, как мне подсказал мой наставничек. Скажем, кстати, насчет наставника, друзья. Есть канал Кабанчо Геймс, он каждый день стримит эту игру и много о ней чего знает. Потому что участвовал еще, я так понимаю, в альфа-тесте, в бета-тесте, купил наборы раннего доступа. Именно он наставляет, скажем так, меня на путь истинный. Ссылочку на его канал я оставлю в конечных заставках, сможете перейти после ролика. Так, друзья, в общем, я это все дело складирую, чтобы освободить место. Посмотри, 64 шкурки йети я набил, этих маленьких милых существ. Ну, а что было делать? Ну и 65 камней собрал. На моем сервере с камнем пока что проблем нет. Хотя вот Кабанчо говорит, что у него проблемы с камнем. Ну, в общем, как обычно, где много людей, там есть и проблемы. Штанвард первопроходца, помогающий ориентироваться на местности во время экспедиции не заменим. Давайте его тоже, друзья, попробуем поставить, строй. Давайте, потому что, как сказал Кабанчо, на нем просто можно будет написать там свое имя или что-то в этом роде. Ну, а пока что это символ, какой-то знак нашего здесь присутствия. Окей, на костре мы, друзья, с вами будем жарить только герафиты. Мясо мы не будем использовать, потому что мясо, оказывается, нужно для дальнейших квестов. Ну и как раз вот насчет дальнейших квестов. Так что у меня есть еще прессованная кожа и шкура кварка. Так, отлично. Я думаю, кожу мы тоже с вами сюда поставим. Потому что, друзья, если я умру, это все с меня может иметь шанс большой выпасть. А так вот, может быть, тогда еще и веревки оставить. А так вот у нас имеется шанс это все дело сохранить. В ящичке оно обязательно сохранится. Ну что, нормально, я тогда освободил инвентарь. Сколько это? 0,10 килограмм? 36,5 килограмм. Можно было бы, скорее всего, конечно, 0,1. Еще, но кожу, кожу тогда нужно... А давайте вот этих 10 грибочков сюда, а камешки сюда. Все, я считаю, идеально. 25 килограмм мы полностью, друзья, с вами разгрузились. Теперь, насчет квестов. Переходим к квестам, потому что это у нас ПВЕ сервер. И мой, друзья, план такого. Сразу освоить ПВЕ контент, а потом уже идти пробовать на ПВП. Вместе с вами, если вы присоединитесь к нашему совместному прохождению и выживанию, и участию в битвах, скажем так. Как это сделать, я тоже расскажу позже. Так, что у нас стоит? Нет, не на ковальне. В общем, нам дали здесь задание, друзья, спасти изучение войда. Вот наше основное задание, за которое, кстати, будут даваться очки... Эээ... очки вот этих технологий, да? Блин, и очки практики, вернее, правильно они так называются. Очки практики. И вот с помощью очков практики, друзья, мы с вами сможем прокачивать наши перки. Насчет перков, мне тоже повезло, буквально за час, который я фармил ресурсов, мне выпало целых 4 перка. Посмотрите. Повышает сопротивление токсинам, расход калорий минус 8% и максимальное здоровье 17% от базового значения. Еще урон в бою на 6%. Поэтому, друзья, те, что у меня имеются перки, прокачать я пока что не могу, да? Мы обязательно с вами... Вот этот на урон, ну, обязательно просто нужно поставить. Я думаю, что водичку, сытость, водный баланс, не знаю, не знаю, знаю. Вот водный баланс, допустим, можно заменить. Взять и уничтожить перк. Так, и сюда вставляем обязательно, кстати, вот empty. Здесь можно сохранять свои перки, они после смерти не исчезают. И можно вот вставить его, допустим, в слот. Вот 6% к урону от базового значения, дамаг всегда нужен на ура. Ну и какие у меня остаются? Максимальное здоровье 17% от базового. Я думаю... Да, я думаю, это то, что нам надо. Поэтому, друзья, ну вот эта сытость я, наверное, пока что не буду прокачивать. А вот максимальное здоровье 17%, да, тут придется уничтожить. К сожалению, перк этот и вставляем у нас максимальное здоровье 15, вернее 17%. То есть мы с вами подняли урон. И мы с вами подняли... Так, параметры персонажа. И мы с вами подняли здоровье. А это круто, потому что здоровья пока что не хватает. Так, все. Фляжка у меня заполнена. И, друзья, отправляемся выполнять следующий квест. Шаги к спасению, изучению воидов. Открываем карту и смотрим, где это от нас. В принципе, недалеко. Вот видите, 5 точек. Ну и там должны быть образцы этого воида. Единственное, зависит от того, друзья, это все-таки онлайн игра. Мультиплеерная. Отзависит от того, сколько будет желающих тоже выполнить этот квест. Если сильно много, значит, я просто не смогу дождаться своей очереди. Ну, сейчас мы посмотрим. Сейчас сервер не очень населен, потому что целый день идут профилактические работы. И поэтому я сейчас здесь особо сильно онлайна не видел. В отличие от старта игры, игроков было просто тьма. Но сервера не выдержали. Друзья, игра еще очень нестабильная, сырая. Не буду обманывать, не буду говорить, что все хорошо. Нет, еще много багов, косяков. Но все это, я надеюсь, будет устраняться. И как я и говорил, друзья, на моем сервере пока что проблем с камнем нет. Так вот, значит, берем в руки кирку. Кайла, простая Кайла, она называется. Которую мы сделали с вами в прошлой серии. И посмотрите, вот так вот быстренько, очень быстренько добывается камень. Ну, нормально. Потому что по дороге его можно собирать. Но в стартовой локации обычно новички бегают. И, друзья, посмотрите. А вот с таким мы, наверное, еще не сражались. Давайте подождем, наверное, пока что его немножко малыши эти подкотцают. А потом попробуем его убить. Потому что этот должен быть намного сильнее, чем обычный синенький. Те были молодые кварки. Или как там они правильно называются. А это уже, видите, с красным брюшком. С красным основанием. И, похоже, он намного сильнее. Ну, а куда же ты убежал? Ты что, маленьких забоялся, да? Так, друзья, я немножко здесь разобрался с боевочкой. Так, смотрим, что он там нам наносит урона. Можно использовать вот такую уклоняшку. Так, блок даже сработал. Ну, нормально. Мы его очень даже хорошо завалили. Посмотрите, он у нас неизвестен. Давайте выучим. Так, что это такое? Теорию единицы мы получили. Это квар. Это уже настоящий целый квар. С которых берется кости, сырое мясо и шкура. Маленьких мы сохранили. Живите наши маленькие. Так, не будем их бить. Меня интересуют еще, друзья, вот эти герафиты. Потому что пока что основной источник мой питания. Это будут, конечно же, герафиты. Кабанчо посоветовал не тратить наше мяско. Потому что для квеста пригодится. И посмотрите. А я что, блин? Ё-моё, я протупил, друзья. Я разбил камень. Там нужно его сразу исследовать. Посмотрите, я вот так вот. А теперь, а теперь вот можешь бить. Да, камень разлетается просто на ура. Вообще жесть. Ну хорошо, пусть будет так. Так, где мы с вами находимся? Мне кажется, я немножко уже прошел это место. Его нужно было, блин, обходить с этой стороны. Ладно. Умный в гору не пойдет. Умный в гору обойдет. И похоже, это, наверное, точно не про нас. Да? Нужно было сделать путь побыстрее. Ну, попробую я все это обойти. И посмотрите, как быстро уходит наша водичка. Так, еще один квар. Попробуем его завалить. Вот так вот. Давай, давай. Уклонение. А че ты? Блин, кирка, кайла. Ё-моё, ты протупил. Я его бил, друзья, киркой. А киркой он-то не бьется. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой. Он у нас сейчас навставляет пистонов. И будет не очень хорошо. Но все прошло удачно. Нам нужно, друзья, подлечиться. Смотрим, что у нас за эффект такой. Что мы так быстро... Кровотечение, потеря здоровья. Так, медик, медик. I need help. Так, давайте быстренько, быстренько применим аптечечку. Слава богу, что они у меня есть. На пятом слоте стоят. И смотрите, сразу повышаю свои показатели здоровья. Да, он нам нанес, получается, рану. И мы чуть не отбросили коньки. Это все дело опасно. Я напоминаю, друзья... А, блин, кайла. Надо, видите, какого-то обычного. Понятно. И этой же кайлой я ему пытался надавать, короче, люлей. Но не вышло. Так, короче, у меня камня просто валом. К сожалению, пока что невозможно выбрать сервер, на котором вы именно желаете находиться. Игра это делает автоматически вместо вас. Но у студии уже есть планы. И они полным ходом делают, пытаются делать социалочку. Пока что уже появилась, друзья, инструкция, как играть вместе с другом. Будем пробовать. У нас есть вип-подписчик, который хочет ко мне присоединиться в прохождении. Кстати, если вы тоже хотите присоединиться, сделать это можно, поддержав канал на бусе, поддержав наше развитие. И вы автоматически получите ссылочку в дискорд сервер. И будем вместе кооперироваться. В очередной раз выбросил из игры, но здесь, в принципе, ничего ценного нет и не произошло. Хотя кто-то построился и здесь. И, друзья, давайте двигаться быстрее, пока у нас есть сытость, есть запас воды. А вот с едой некоторые проблемы. И когда пропадет сытость, получается, мы с вами не сможем восстанавливать наше здоровье. Потому что оно восстанавливается, когда вы сыты, наедены и все у вас хорошо. Так, сбросились квесты, насколько я вижу, да? Изучение воинов. Вот это нам нужно было сделать. И смотрим, где мы находимся. Да, я полностью обошел эту локацию. А что это, кстати, такое? Подожди, наша карта. Посмотрите, что это за? Кстати, на карте можно оставить свои меточки. Это чудесно радует. Что такое вот точка интереса? Ага. Вот что ли точка интереса? Нет, подождите. Вот этим такой разметочкой, я не знаю, что помечено. Это есть наша точка? Так нет, вот вроде точка интереса. Короче, очень странно. Мне хотелось бы узнать, что это за локация такая. Ну окей, сейчас мы поищем этих самых воидов. Насколько я понимаю, посмотрим, что они из себя представляют. Нашел один еще небольшой. Ну я не знаю даже, как сказать. Хотелось сказать оазис, но это не совсем оазис. Здесь есть жемчужные ягодки, которые устраняют отравление, токсичность. И здесь есть, друзья, посмотрите, что здесь есть. Кокон. Получается, коконы есть на карте разные. Сейчас мы посмотрим, с вами активировали, либо нет. Вот здесь, я не знаю, появится меточка. По идее, должна появиться кокон. Я его активировал. И это значит, что если я умру, я появлюсь не в хабе, а вот возле этого, вернее, в этом коконе. Что же, это хорошо, это радует, это приятно, меньше получится бегать. Но, конечно, лучше не умирать. Потому что, если вы умираете, вы теряете перки, вы теряете вещи, самое главное, лут. Поэтому лучше, конечно, не умирать. И я решил, друзья, пойти на самую, подожди, да, все оно появилось, на самую дальнюю точечку. Что, возможно, мне никто там не мешал. И я смог собрать спокойно эти образцы воидов. Так, 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 и она где-то находится немножко правее. Здесь, получается, эти квары, посмотрите, камень здесь есть. Квары воюют с маленькими. Мы можем немножко подсуетиться, подождать, когда его покоцают. И потом просто взять его и добить. Сделать, короче, по-хитрому. Потому что в мультиплеерных играх, друзья, нужна хитрость. Грубой силой вы ничего не достаете. Посмотрите, как он коцает маленьких. Ну, нифига себе. А мы тем временем пособираем кожицы. Он, короче, силен. Он, короче, силен. Поэтому начинаем с сильного удара его. Давай, вот так вот получил. И посмотрите. Ну, как обычно, видите, хваленый силач, как обычно, всегда сваливает и заныкается в своем убежище. А мы тоже тебя можем. Вот так вот, блин, выносливость закончилась. Ну, ничего, ничего. Добьем, добьем, добьем. Мы еще и маленького, к сожалению, добьем. Но, друзья, чисто, чтобы не мучился. Вы видите, он уже был просто при смерти. Так, можно, в принципе, немножечко подождать и еще и этого попробовать завалить. Потому что из них, друзья, мясо, кожа и кости. А кожа, я просто уверен, что она пойдет на какой-то крафт брони. Поэтому, ну, по-любому нужно. Так, давайте я немножко это все делаю. Так, давайте, ребятки. Давайте, давайте, толпой. Вы можете, я вас верю. Давайте, давайте, давайте. Ну, а, так теперь они убегают. Вы посмотрите, как сделано, да? Кто сильнее, блин, тот наступает эти... Ну, малыши, молодцы, молодцы, молодцы сильно. А я тебе вот так вот. А я тебе еще один вот так вот. А я тебе третий. О, посмотрите, я сильными ударами его быстрее намножко зафигачил. Так, что он мне нанес, друзья? Что он мне нанес? Посмотрите, кровотечение. Да, используйте повязки. Ну, так, нормально, хватило. И нам бы, конечно, друзья, сделать сытость. Потому что придется мне таки использовать мясо, наверное. Нету сытости, я не буду восстанавливать свои показатели здоровья. Костров по базе просто валом. Сырое мясо. Ну, что? А, нет, у меня есть. Подожди, у меня есть. Нормально, нормально. Жареный герафит на одну штучку хватит. Давайте пожарим его быстренько. 15 секунд жарится. Восполним свои показатели еды. Когда мы получим сытость, пойдет восстановление здоровья. Вот такая вот, блин, выживалочка. Очень прям даже реалистично, да? Так, ставим вот так вот на быстрый слот. Нажимаем восьмерочку. И давайте еще попьем, не хватает немножко. А что, где, где? Вот, 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 вот. Пошла наша сытость. И посмотрите, все. Мы, значит, восстанавливаем наше здоровье каждую минуту. Так, ну все, друзья. Теперь подбираем камешки. И отправляемся таки все. Наконец-то на поиски. А, в принципе, мы с вами уже в районе. Мы с... А, вот они, вот они, друзья. Остатки Войда. Вот так они выглядят. Понятно. Кстати, друзья, Войд это те существа. Но я не знаю. Правда, это, я думаю, не люди. В которые вы превратитесь по истечению 168 часов. Или 7 дней. Как игровых, так и реальных. Поскольку время одинаково. Блин, ты, ё-моё. Вот в чем проблема. Я вижу, есть куча образцов этого Войда. Но посмотрите. Они все охраняемые кварами. И их уже не по одной штуке, а по целых три. Поэтому в этом, наверное, и есть сложность этого задания. Но мы-то тоже, блин, не пальцем деланы. Да? Нужно что-то придумать, друзья. Нужно как-то вот достать до того Войда. Так, здесь люди специально, я понял. Здесь люди специально уже поставили ящички. Фармили, я так понимаю, этих Войдов. Давайте когда попробуем обойти. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сделать это втихаря. И когда умирали. Я так понимаю, друзья. Тихо-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Вот так вот. Схватил и утекает. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И когда умирали, они не теряли ничего при смерти. Поэтому сделали специально ящички. Как вы думаете, вот то. Остатки Войда или нет? Но я, друзья, не рискну. Потому что их там просто тупо трое. Они меня точно запинают. Ладно, ищем где есть остаточки. Немножко полегче. Вот, вот под камешком валяются. Чудесный, чудесный Войдик. Интересно, как мы будем выглядеть, если превратимся в Войдов. А как же это можно сделать? А сделать это, друзья, можно просто тупо умираю. Камбанчо мне говорил, что раз 10. И вы превращаетесь в Войдов. Где-то так. Но потом уже обратной дороги нет. То есть, либо Войдом, либо все. Потом уже, если вас убьют, ваша сессия 7-дневная на этом завершится. Строить, крафтить вы не сможете. Вы сможете только всех убивать. И Войды, насколько я знаю, очень-очень сильны. Можно убивать несколько там, трех и даже четырех колонистов. Так, герафитик. Я тебя потом покушаю обязательно. Еще вот этот возьму. Обязательно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Что, согрелся? Согрелся. Вот, зараза такая. Согрелся. Ну, ладно. Главное, чтобы он нам, друзья, не нанес кровотечение. А это очень может быть. Кстати, они плавают или нет? Давайте проверим. Убегаем, убегаем. Нет, я только хотел сказать, что боится перейти реку. Да нифига он не боится. Так, может быть, его с сильным ударом. Блин, блокируй. Е-мое, тихо-тихо. Тихо давай еще. Чуть-чуть осталось. Красавчик, добил. Так, кайру взяли. Еще взяли. Сколько нам осталось, друзья? Еще 6 образцов Войда. Ну, здесь мы троих не затащим. Это точно. Ну, ладно. Где есть еще меточки? Мы, получается, вот на самой дальней меточке. Посмотрите, сколько есть еще мест респауна, я так понимаю, этих Войдов. Можно пройти немножко вперед и поискать там. Посмотрите, что происходит. Я сейчас, мне кажется, могу двинуть коньки. Блин, тихо-тихо. Он меня преследует, друзья. Не рассчитал свои силы. Все прошло нормально. Не рассчитал свои силы. Хотел его добить, но он чуть не добил меня. У меня было полжизни, не проконтролировал. И все, и чуть не свершилось, блин. Первая моя смерть. Но пока что все хорошо. Ни разу я еще не умер. Так что все отлично. Давайте, блин, быстрее будем восполнять свои показатели. Ладно, фиг с тобой. Хотел шкурки еще забрать. Потому что нам нужно добавление здоровья. Какова моя тактика? А я, друзья, добрался почти до второй точки. И двигаюсь от костра до костра. Хотя, в принципе, можно и самому готовить. Но зачем заморачиваться, если костры уже есть готовые. Набрал немножко герафитов. Сейчас мы с вами восстановим свои показатели. Пожарим мяска. Здоровье восполнится. И тогда я буду продолжать свой путь. Единственное, нужно немножко ободрать и получить палочек. Потому что мне палочек не хватает. Так, тихо. Ты на меня не смотри. Ты на меня не смотри. Я не хочу стволу пока что бодаться. Я вообще без здоровья. Ты, блин, имей совесть. Короче, вот как-то так. Двигаемся от костра к костру. Крафтим герафиты. Восполняем ими свои показатели еды. И смотрим. Кстати, у меня осталось в пляшке 5 воды. Здесь еще персонаж постоянно, друзья, привязан к воде. Поэтому по карте нужно смотреть, где вы сможете попить. Вот я чувствую, потом отправлю сюда. Синенький значочек. Это значит, что здесь есть питьевая вода. Можно меточку вот поставить сюда. Потом пойдем сюда. Тихо. Кто там кричит? Я на второй точке респауна. Получается, этих воидов. И у меня, мне кажется, есть новая флора. Хотел я попробовать, друзья, этим ножом ее собрать. Но пока что нет. Ага. Вот кто орал. Вот кто орал. Я увидел. Уже кто орал, который за мной просто гонится. Так, так, так. Подождите. Давайте соберем этот образец и можно отсюда сваливать. Главное, чтобы он нас не покосал. Блин, выносливый. Остатки воида. Ну ничего, я схватил. Так, это уже 5 из 10. Чудесно. Осталось еще 5, чтобы завершить данный квестик. Ой-ой-ой. Главное не терять выносливость. Все, отстал. Не, не отстал. Да отстань ты от меня, блин. Я не хочу с тобой бодаться. Ну вы посмотрите. Ну преследует же. Преследует и преследует. Все. А кто меня отравил? Я что, случайно выпил воды, блин? Подожди. Это мы знаем, как снять это. Нужно съесть эту ягодку. Правильно? А что ты не прошла? Я же сказал. Съесть эту ягодку. Ты же должна пройти интоксикация. Что это такое? Индикатор интоксикации. Блин, здесь... Я понял, друзья. Здесь, наверное, это ядовитые растения, блин. Вы видите, как все сложно. Это просто... Это не выживалка. Это хардкор выживалка. Здесь не просто так. Да, это, наверное, друзья, высокий уровень токсинов. Я понял. В этой местности это, короче, болото какое-то получается. И находиться просто так... Да, это точно. Это болотистая местность. И находиться просто так здесь нельзя. В общем, это одна из хардкорнейших пока что выживалок, в которую мы играли. И я видел. Все очень сильно уж реалистично, я бы сказал. Понятно. Ну, а мне осталось найти 5 образцов войда. Это место респауна мне однозначно не нравится. Я его покидаю и пойду посмотрю, что там в других местах. Здесь высокий уровень токсинов. Меня постоянно травят. Не хочу здесь находиться. Давайте поищем еще, где есть нормальные места лута этих войдов. Я у третьего места, где можно сделать этот квест. Ну и давайте на него посмотрим. Но чтобы сюда зайти, здесь уже, друзья, по-любому придется убить этого квара. Надеюсь, у нас это получится. И мы не сильно просядем по здоровью. Потому что сильно здесь просаживаться вообще нельзя. И я не представляю, что будет на пвп серверах, друзья. Потому что и так ходишь постоянно коцнутый. И если еще кто-то сзади подбежит и просто даст пару тычек, все, ты труп. Так, ну и посмотрите. Третье место уже сразу радует. Войд. Пока что никакого отравления нет. Еще один войд. Мне кажется... Еще я вижу третьего войда. Мне кажется, ну еще один квар. Всего один. Главное, чтобы их не было. Два, три и так далее. И здесь даже есть костры. Мне кажется, это вообще пока что из тех мест, которые мы видели, одно из лучших. Здесь куча войда. Не лутанных. Люди почему-то сюда не доходили. Возможно, сейчас мало народа. Хотя я играю, в принципе, вечером. В прайм-тайм должно быть нормально. Посмотрите. Еще один войд. Восемь. Это девять. И мне остался один образец войда. И мы с вами закроем этот квест. Но перед тем, как закрывать, давайте пожарим себе еще герафита. Друзья, постоянно, постоянно хочется кушать и пить. И у меня во фляжке уже осталось две единицы наполненности. Нужно сделать по-хитрому, как посоветовали. Нужно сделать обязательно вторую флягу. Тогда вот наш запас будет намного дольше. Так, ну что, мне остался всего один войд. Найти одного войда. Я не знаю, я не уверен, сколько время их респауна. Как долго они появляются. Потому что рано или поздно, я уверен, они появляются. Но как быстро это происходит, я не знаю. И посмотрите, уже пью водичку. Была интоксикация, много воды потратил. И у меня остался просто на один глоток воды. Поэтому сильно долго мы здесь задерживаться не будем. Так, забирай. И суммируйся. И сюда в пояс ставься. Все, какой-то нормальный запас есть. Давайте попробуем найти это, друзья. Вот третья точка. Здесь можно точки обозначать по координатам. Получается, F на стыке. И F-18. Просто на F и G на стыке. Мне кажется, одна из... Здесь... А вот, посмотрите, последний войд. Мне кажется, это одна из лучших точек. Ну, по крайней мере, из тех трех, на которых я был. Все чудесно. Квест на войда выполнен. Теперь можно с чистой совестью вернуться на базу и его сдать. Четыре герафидика. Напасть, не напасть. А, ну все. Ты сам сделал этот выбор. Ты сам этого хотел. Давай, давай. Блин, он мне нанес... Порош... Блин, е-мое. Травму нанес. Ну, ничего, ничего, ничего. Давай, давай, нормально. Если сейчас быстро не закончится здоровье, то будет все хорошо. Так, я делаю последний глоток воды. Я... А, ты уже сделал. Все, и сытости не добавилось. Понятно. Значит, экстренно мы с вами, друзья. Я специально пошел в другую сторону, потому что я иду на меточку. Так, а где же... Что, перед носом прям я не вижу? А где же питьевая водичка-то моя? Е-мое, подожди. Э-мое, 190 метров. Вон, в той стороне должно быть озерко, и там я должен попить. Окей. Так, мне кажется, это новая флора какая-то. Неизвестный объект. Ботаника. Брактус. Опа. Я знаю, друзья. Мне нужна смола брактуса. Единственное, я не знаю ее, чем добывать. Киркой не получается. Ножом. Ножом получается. Вы перегружены смола брактуса. Смола брактуса, друзья, напоминаю, нужна нам была для производства доспехов. 60,5 килограмм. Ты е-мое, блин, перегрузился. И чем мы будем лечиться? Ну ладно, я сейчас предлагаю пожарить нормальненько так, основательно покушать. Вот так вот. 60 килограмм. Ну блин, ну нечего уже кушать. И выбрасывать ничего не хочется. Знаете, плюшкины, блин. Плюшкины. Все жалко. Все жалко его выбросить. Ладно, давайте дойдем до водички попьем. И посмотрите, что значит зайти далеко от дома без водных запасов. У меня уже уменьшается количество здоровья. Потому что закончилась вода. Потому что я бесцельно ел эти, жрал эти ягоды просто от интоксикации. А потом прочитал, что они увеличивают жажду. И если бы я их так не жрал, блин, то было бы у меня все нормально. Я пытаюсь добежать до воды. Вроде бы по карте осталось недолго. И мне кажется, вот там вот впереди оазис. Возможно, он меня спасет. Ну, а если нет, придется сожрать таки этот паек наш, который восполняет жажду. Но я экономлю. Не хочется так просто его тратить. И здоровье, посмотрите, поджимает, поджимает. Если здесь не окажется оазиса, это будет очень печально. Так, водичка, это ты питьевая? Ну, скажи, что ты питьевая. Чистая вода. Отлично пить. Да, друзья, выживание здесь очень прям хардкорненько. Еле-еле восстановили свою сытость и водный баланс. Так, обязательно нужно восполнить флягу, наполнить. Потому что без воды никуда. И я еще хотел посмотреть, что нам нужно, друзья, чтобы сделать вторую флягу. Потому что я понял, что это must have просто. Но, походу, мы здесь ее не сделаем. Так, а ты кто такой? Е-мое, ты что со спины напал? Е-мое, блин, друзья, а у нас-то здоровья мало. Вот так вот можно и погибнуть. Так, пятерочку. Быстро-быстро восстанавливай свое здоровье. Да, медпакеты уйдут очень быстро. Кстати, нужно будет посмотреть, в крафте возможно крафтить медпакеты или нет. Короче, да. Ну, в принципе, миссию мы с вами выполнили. Нам просто нужно вернуться и ее сдать. Поэтому, наверное, не буду я искать на предключении на пятую точку. А просто вернусь-ка я, друзья, в хаб. Вы думаете, я уже у хаба? Да не тут-то было. Я решил еще кое-что, друзья, сделать. Я вспомнил, ради чего я, собственно, еще и ходил. Конечно же, это сделать квест. Во-вторых, наказать этих красных противных мерзких кваров. Но это не главное, блин, повредил меня. А в-третьих, друзья, найти еще кое-что. Вот, брактус. А просто мне нужны его куски. Не совсем понял, как его. Смола брактуса, это, конечно же, хорошо. Но как добыть куски брактуса? Друзья, атака, атака, атака. А если я кайлой? Куски. Вот, понял. Ну, нифига себе, вы понимаете? В зависимости от того, какой вы применяете инструмент, то вы и получите. Да, куски брактуса. Зачем поймете, когда я вернусь назад в хаб? Все, в принципе, миссия выполнена. Давайте возьмем еще кусков брактуса. Ну и можно с чистой совестью возвращаться к себе на хаб. Тем более, 59,6 килограмм из 60 у меня уже заполнено. Где находится наш хаб? Я думаю, вот где-то здесь, да, кажись? И я все равно отсюда не ушел. Плюшкин, что сказать? Друзья, я решил просто так отсюда не уходить и набрать побольше смолы брактусов. Она нам понадобится для производства брони, если что, и куски брактуса. Угробил полностью кирку примитивная кайла, угробил полностью примитивный нож, поэтому мы их просто выбросим. И, блин, все равно я под перегрузом. Это жесть. Еще 4 килограмма чего-то нужно выбросить. Или добираться придется очень и очень долго и очень медленно, к сожалению. В общем, друзья, это, наверное, одна из пока что самых хардкорных выживалочек, потому что здесь не просто показатели еды, воды, жары, холода, токсичности, отравления. Я даже другого еще пока не знаю, но думаю, есть еще куча всего. Здесь портится инструмент, причем делает это очень и очень быстро. Вы посмотрите, и оружие у меня уже тоже наладан дышит. Короче, это пока что самая хардкорно реалистичная выживалочка. Да, пока что еще очень сырая, ранняя, и, возможно, вам не стоит ее пока что покупать. Но если или когда доведут до ума, я думаю, это должно получиться одним из достойнейших проектов. Но будем, будем следить и мониторить. А пока что я в этот раз уже точно, друзья, возвращаюсь в хаб. До него осталось совсем, совсем немножко. Дойду как-нибудь так уже под перегрузом. Тем более, Кабанчо сказал, перки выпадают рандомно в зависимости от использованных способностей. Если я вот потащу на себе этот груз на своих спине, на своих ножках, возможно, мне дадут перк, который повышает выносливость или грузоподъемность. Да, ну а если нет, тогда у меня для этого тоже есть решение. И я добрался до хаба и, конечно же, в первую очередь попил водички. Так, кому сдавать квест? Что здесь происходит? Ничего, простите. Окей, значит, вот тому NPC, у которого мы, в принципе, его и брали, да? И что же, интересно, за него дадут? И я рассчитываю на минимум одно очко практики, которое позволит открыть еще один слот перка. И будет это мне полезно. Я принес образцы тканей воидов, да? А, спасибо, передам их в лабораторию. Что-нибудь еще нужно? Да, нужен еще торий для реактора. А еще запасы мяса кончаются. Охотиться умеешь? Приходилось, понятное дело, и торий, и мясо. Ага, а вот, друзья, и понятно, почему сказали мне хранить мясо, которое я вначале, друзья, жарил. Получается, нам нужно найти 100 сырого мяса поохотиться. У меня есть 30, еще 70, блин. И 50 сырое мясо сахрыма. А это, насколько я знаю, уже проблемка. Так, и вот есть, кстати, подсказочка, где же найти торий. Место рождения тория находится в пустыне. Отправил тебе координаты самых жирных мест. Понятно, спасибо. Так, где найти мясо? В супермаркете. Из хаба сразу налево? Не глупи. Найди и убей какой-нибудь твари. Желательно покрупней Юта. А он еще и шутит. Ясно, друзья. И, кстати, если вы хотите знать, где найти торий, кабанчо геймс сделал целый гайд, поэтому, где быстро, просто и, главное, безопасно найти торий, потому что не все там так просто. Посмотрите у него на канале. Так, друзья, жареный герафит. Сейчас возьму палочек, нажарю еще себе 2 герафита и будет у меня 10, что обеспечивает нам дальнейшее, скажем так, путешествие. Ну и как же я решил разобраться с весом? Дайте мне хоть куда-то еле дотопать, потому что, как вы видите, еле-еле-еле вообще хожу. У меня есть хоть какие-то палочки здесь сохраненные? О, есть. Посмотрите, давайте пока что сюда положим руду. Вот эту мы ее тяжело добывали, скажем так. Так, давайте положим сюда еще куски брактуса. Я вот этот не знаю. Спрошу, конечно, оболочка герафита. У меня их столько уже насобиралось занимать место. Вес мой. Нужны они, не нужны. Фиг его знает. Ну и, конечно, мяско будем, наверное, переложу. Оно занимает 3 килограмма. А это 10 килограмм. Нифига себе сколько. Короче, друзья, как я решил еще разобраться с весом? Посмотрите, у меня здесь, блин, не здесь. Подождите. О, немножко освободился. Чудесно. На рабочем столе, значит, как вы помните, мы находили с вами рюкзак из Юта, который повышает переносимый вес на целых 15. Вот, кстати, посмотрите, что нам для него осталось. 6 прессованной тонкой кожи и 3 как раз куска брактуса. Из-за чего я, в принципе, и вернулся. И мне кажется, кожа у нас была в нашем ящике, блин. Придется сбегать. Открываем наш волшебный сундучок. И у нас как раз 6 тонкой прессованной кожи. Просто как доктор прописал. Кстати, есть еще это мясо. Посмотрите, жареное мясо. Да вообще, я все заберу мясо. У нас здесь куча ресурсов. Блин, в ящик бегать, конечно, туда-сюда немножко, если честно, напряжно. Ну, а что делать? Вот такая у нас есть еще кожа. Это крутяк. Короче, здесь, допустим, будем складировать кожу. Досточки пригодятся. И вот эти оболочки герафита. Точно. Я вообще не знаю, для чего нам. Кость еще занимает место. Короче, все пока что сюда. Буду складировать. Окей, вернемся. Что у нас есть? Памятка колониста. Памятка колониста вообще ни для чего не надо, как уже сказали. Понятно. Короче, возвращаясь назад. Я все взял. Все мы с вами добыли. В честном крафте и бою, скажем так. И теперь мы с вами сможем сделать рюкзак из юта. Крафтим. Смотрим, сколько. 5 секунд. Это недолго. Подождем. И сейчас посмотрим, как же изменится самое главное, друзья, наш переносимый вес. Посмотрите, 60 килограмм я сейчас максимум могу таскать. И если мы это все дело снарядим. Да, а куда он ушел? Почему я его не вижу? А, вообще вот так вот. Получается, этот надо снять. Он давал 5. Довольно прочный рюкзак. Довольно тяжелый и не очень вместительный. Короче, фиговый. Мы, получается, сразу снимаем, наверное, аптечки. Потом вот так вот. А теперь одеваем рюкзак из юта. И у нас стало 70 килограмм. Чудесно. Чудесно. Тот же самый один слот, к сожалению, остался. А могло бы два, блин, подфартить. Но не подфартило. И рюкзак из юта можно, наверное, друзья, выбросить. Потому что, к моему счастью, он в этом не приходит в негодность. Показателей прочности у него нет. Поэтому просто выбрасываем. Сделает кому-то там подарочек. Какой-то нубик подберет. Ага. И вот у нас анимация этого рюкзака появилась у нас прямо-прямо на стене. Что же? Чудесно. Глянем еще на нашу ячеечку, блин, крафта и прокачки. Забыл уже где. Тэшечка? Да, Тэшечка. Точно. И посмотрим, что мы с вами сможем выучить пресс из толстой кожи. Затем броня, кирка, бинты. И, кстати, вот, я и же озадачился этим вопросом, что можно сделать верты. Охлаждающая смесь, защита от жары, вещь, мешок. А вот есть какой-то еще круче. И мы с вами этим обязательно займемся. А также, конечно же, какие у нас квесты, обязательно займемся охотой, добычей мяса. Подожди. Да, вот. Десаревое мясо и мясо сахарима. Но, конечно же, в следующей серии. Поэтому не забудьте подписаться, нажать на колокольчик. Если вам нужна полезная информация и хотите посмотреть стрим в живом времени, переходите на канал Кабанчо Геймс. Я оставлю ссылочку в конечных заставках. Ну, а если вы хотите вместе побегать, оформляйте вип-подписочку по первой ссылочке в описании. Вам придет приглашение в Дискорд. Есть уже инструкция, как подключиться. И мы сможем совместно играть в мультиплеерные или кооперативные игры. На этом все. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Делитесь этим роликом со своими друзьями. Высказывайте свое мнение в комментариях. Голосуйте в вопросе во всплывающей подсказке. И, конечно же, до скорой встречи в новом видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!